Сейчас я расскажу о том, как в наших студиях мы пытаем женщин. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева и сегодня мы будем говорить о боли. Давайте разберемся, когда же татуаж это действительно болезненная процедура. Первое. Ваш мастер новичок. Недавно обучившиеся мастера еще не чувствуют кожу и очень часто работают на слишком большой глубине. Поэтому вам может быть больно. Правильный слой для работы в перманентном макияже это верхний слой дермы. Здесь только начинают находиться нервные окончания и сосуды. Поэтому перманентный макияж в 99% случаев это бескровная и неболезненная процедура. Но если ваш мастер новичок, он обязательно засадит вам поглубже. Оу май! Второй случай, когда вам может быть больно, это близость или в данный момент, если у вас начались критические дни. Прямо сейчас напротив меня сидит мастер, которая должна была снимать это видео, но она сидит скрючившаяся после укола кетонала. И пока что ее не отпустила. На самом деле, кроме того, что болит живот, еще в этот момент, в этот период гораздо более чувствительно все вообще, что вы делаете с кожей. То есть инъекционная косметология, депиляция, перманентный макияж, скорее всего, вам будет чуть более чувствительно, чем обычно. А если вы, как я, становитесь более чувствительными во время месячных, то я рекомендую вам все процедуры, связанные с инъекциями или косметологические процедуры, в том числе перманентный макияж, перенести буквально на неделю, когда организм успокоится. А третий случай – это когда вы крепко выпили накануне. Не только мною, но и многими мастерами замечено, что после того, как клиент накануне выпил спиртное, сосудистая реакция кровит, то есть кожа. Это мешает работе в принципе, и плюс работать с человеком, от которого фонит, не очень приятно. Например, мне неприятно работать с человеком, от которого воняет алкоголем. Бьюсь об заклад, что вам тоже не очень приятно общаться с человеком, от которого идет запах перегара. Четвертый случай – это если вдруг вы не спали ночь перед процедурой. Нервная система перевозбуждена, и абсолютно все для вас будет более болезненно. И пятый случай – это вероятность попасть к настоящему татуировщику, который работает мощным оборудованием и на очень большой глубине. То есть вы получите татуировку на лице на срок от 10 лет, и еще и вам будет, конечно, больно. Причина, в принципе, та же самая, что и работа новичка, но просто обычно мастера татуировки осознанно работают на большой глубине. Там нервное окончание, там повышенная чувствительность. Конечно, это касается не всех мастеров татуировки, но такое до сих пор случается. Если эти случаи не про вас, вы не идете к новичку, у вас нет критических дней, вы не идете к олдскульному татуировщику, и вы прекрасно спали этой ночью, то татуаж – это безболезненная процедура. Мы используем высококачественную, очень сильную анестезию, работаем в том слое кожи, в котором почти нет нервных окончаний. Стоматологи колят анестезию – это боль. Мы не используем уколы, мы просто помажем вам зону работы водичкой с анестетиком. У меня есть татуаж бровей, век и губ, и я совершенно точно знаю, о чем говорю. Мне не было больно, я засыпала на процедуре. Если у вас остались вопросы, или вы просто хотите записаться на консультацию или процедуру, вы можете сделать это, перейдя вот по этой ссылке. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok